МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале «Звязда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги воинской службе и высокий профессионализм Александр Лукашенко накануне вручил государственные награды. Уборочной страде пристальный контроль. На кону продовольственная безопасность государства. Результаты разные. Одними соблюдаются все технологические процессы, другие игнорируют наши требования из раза в раз, допуская нарушения, факты бесхозяйственности. Укрепляя дружеские и экономические связи, Новополск с рабочим визитом посетила делегации из Нижегородской области. Мы здесь, так скажем, находимся не разовой поездкой, а Нижегородская область, единственный регион России, кто на постоянной основе представлен в Республике Беларусь. Перейдем к подробностям. Александр Лукашенко накануне вручил государственные награды. Церемония вручения состоялась во Дворце независимости. Президент отметил порядка трех десятков человек за образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги воинской службе и высокий профессионализм. Это военнослужащие, представители силовых структур, а также служба безопасности президента. Получили награды и гражданские за проявленную решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в Беларуси в августе и осенью 2020 года. Всего в указе о награждении порядка ста человек. Думаю, ничего хорошего 2020 год нам в связи с этими событиями не добавил. Но белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Это достойно того. И если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелый август и сентябрь, но мы выстояли этой страницей с этой точки зрения, мы можем гордиться. Беларусь выстояла. Сделала все возможное, чтобы не встать на колени. Поэтому сейчас наша республика не просто суверенная и независимая, а мирная страна. Спустя время очевидно, события двухлетней давности в Беларуси всего лишь тренировка для заокеанских кураторов. Не больше. Но и это только начало, уверен глава государства. Расслабляться очень рано. Все только начинается. Там была репетиция, тренировка. Как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления. Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск. Ранее нейтральная Швеция и Финляндия им то, чего не имется. Сидели бы тихонько и помалкивали. Стремятся в срочном порядке уступить Североатлантический альянс. Считайте, вступили фактически. При этом не прекращается массированная гибридная агрессия против нашего государства и со стороны так называемой беглой, даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы нашей страны. По своей сути, эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешними и будущими поколениями сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну. К другим новостям. Белорусский каравай весит уже более 7 миллионов тонн. Аграрии по всей стране постепенно завершают жатву 2022. Средняя урожайность белорусских полей года нынешнего – 37,2 центня разгектара. Приступили хлеборобы также и к уборке гречихи и ярового рапса. К слову, определен в Беларуси и объем закупок зерна для государственных нужд. В году нынешнем этот показатель составляет более 811 тысяч тонн. Ряд сельскохозяйственных организаций республики с этим пунктом страды справился успешно. Здесь, как правило, хлеборобы не подводят. И все же вопросов КПК республики в последнее время со стороны главы государства звучит немало. Одни из ключевых и, пожалуй, приоритетных – дисциплины и соблюдение технологии в сельском хозяйстве. Именно эти вопросы сегодня взяты на усиленный контроль со стороны сотрудников органов внутренних дел. Капиталина Зинькевич расскажет подробности. Как показывает опыт, вот такое на время может растягиваться годами. И это в лучшем случае на Мехдворе одной из сельскохозяйственных организаций Полоцкого региона работающая и подлежащая списанию техника. Как говорится, под одной крышей. По технологическим стандартам такого быть не должно. Все, что разбирается на металлолом, разбирается на отдельных площадках и также отдельно хранится. Результат в сельском хозяйстве будет только тогда, когда будет железная дисциплина. То, о чем президент Александр Лукашенко говорит постоянно. Ведь сегодня в ПК страны нет своих или чужих хозяйств. Все наши белорусские. И вот такая безхозяйственность явно не красит нашу аграрную составляющую. И уж точно не сказывается положительно в целом на отрасли. Мехдворы, зерно-сушильные комплексы, работы в полях. Каждый этап работ в ПК страны под пристальным вниманием со стороны сотрудников органов внутренних дел. И поля проинспектируют. И о качестве зерна поинтересуется. На кону продовольственная безопасность государства, что в сегодняшних реалиях приравнивается к безопасности национальной. Как вы соблюдаете условия хранения зерна? Чтобы зерно правильно хранить, нужна определенная влажность его и качество. То есть прежде чем зацепить хранилище, мы проводим очистку, сушку и потом собираем очистку. По сохранности зерна у нас склады все закрываются. На ночь опечатываются, если не забирается зерно. Плюс в помещениях, в складах установлено видеонаблюдение. И вообще весь объект тоже полностью под видеонаблюдением. Полностью по контуру. Потом здесь есть охранник ночной. И плюс на данный момент пока идет уборочная. Уже завершается. Здесь на данный момент идет очистка, до сортировки зерна. Здесь еще дежурство оборудовано, организовано работниками конторы. И плюс висовщик ночи остается. Хозяйство Полимер Агрополоцкого района уборочную страду завершило. В нынешнем году валовый сбор зерна здесь составил 1961 тонну. 520 тонн зерновых сдали в счет государственного заказа. Урожайность полей 25,5 центнера с гектара. Сейчас хлеборобам осталось убрать 190 гектар ярового рапса. На селе, да, правильно говорят, режим должен быть, как это, диктатура. Диктатура не власти, диктатура производства. То есть все должно выполняться согласно технологическим регламентам. А само понятно, что технологический регламент – это исправная техника, это своевременное производство работ, ну и качество выполнения работ. Ну и мы как руководство предприятия на уборочной практически с последним комбайном я всегда уезжаю с поля. Как показали сегодняшние рейды, такой стратегии в работе придерживаются далеко не все и далеко не всегда, к сожалению. В период заготовительной уборочной кампании все сельскохозяйственные работы по поручению главы государства взяты на особый контроль сотрудниками Полоцкого РУВД. Рейдовые группы сегодня работают во всех сельскохозяйственных предприятиях региона. Результаты разные. Одними соблюдаются все технологические процессы, другие игнорируют наши требования из раза в раз, допуская нарушения, факты без хозяйственности. И по всем выявленным нарушениям сотрудниками Полоцкого РУВД будет проведена проверка. Как говорится, большое начинается с малого, с пары зернышек-колося. В буквальном смысле рождается агропромышленный сектор страны. И каким он будет, зависит только от нас, от добросовестного и качественного труда каждого человека на своих рабочих местах. Капиталин Зенкевич, Максим Корольков, телеканал «Звязда». Новополск с рабочим визитом сегодня посетила делегации из Нижегородской области. В центре внимания российских коллег взаимовыгодное сотрудничество. Как в области промышленности, так и в социально-культурной сфере. Собственно, что представляет из себя Нефтеград, россиянам показали на практике. В маршруте сразу несколько точек. От завода КПД до Ледового дворца «Химик». В Беларуси представительство Нижегородской области существует с 2003 года. И все это время между регионами связи только крепли. Сегодня же в условиях санкционных удавок вышли на новый этап сотрудничества. Активный поиск каналов, сообщения между братскими народами. В целом потенциал для такой работы есть. Вот даже здесь мы сейчас на предприятиях были, смотрели. Есть хорошие, так скажем, возможности попробовать найти точки соприкосновения и выйти на какие-то совместные проекты. Очень интересно получаются вопросы, которые мы сегодня обсудили в сфере подготовки кадров. По разным сферам, это в том числе по нефтехимии специалистов. Это тоже некий элемент импортозамещения. Мы в конечном результате придем к нашим российским, белорусским технологиям. Без кадров мы ничего, соответственно, сделать не можем. Мы двигать экономику без подготовленных, высококлассных кадров никому еще не удалось. Нижегородская область – один из крупнейших промышленных центров Российской Федерации. На Вополску в том числе и есть что позаимствовать у коллег. Пока же ключевой задачей в экономическом русле для обеих сторон остается импортозамещение. Ровно через неделю начинается новый учебный год. А это значит, количество детей в городе вновь увеличится. Во избежание происшествий на дорогах с этой категорией населения сотрудники госавтоинспекции традиционно в конце августа запустили республиканскую акцию «Внимание, дети!». С 25 августа и по 5 сентября сотрудники ГАИ будут проверять готовность водителей к оживленности на дорогах. С соблюдением водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, а также безопасной перевозки детей в автомобилях. К этим пунктам особое внимание. Мы призываем водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах. На сегодняшний день на территории города Новополска зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, из которых 2 с участием детей, 3 с участием велосипедистов и 1 с участием пешехода. Напомню, до 5 сентября включительно в светлое время суток водители должны передвигаться на автомобиле с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Жизнь и здоровье детей сегодня в первую очередь забота родителей. Поэтому напомните своим чадом о правилах дорожного движения в городе. У меня на этом все. Напомню, просмотреть нашу программу можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звязда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я переду слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлита. Ждобрый день. На полигоне в Астраханской области завершилось оперативно-тактическое учение ВВЦ и войск ПВО Белорусской армии. Боевые пуски выполнили расчеты ЗРК С-300 и ТОР М-2. Специалисты работали в сложной мишенной обстановке, учитывающей возможности применения перспективных средств воздушного нападения. Победителями конкурса «Уверены приемы армии-2022» стали команды из Беларуси и России. Серебряные награды разделили связисты из Вьетнама и Узбекистана. Замыкают тройку финалистов, военнослужащие из Лаоса. И еще одно золото армии у белорусов. Команда конкурса «Стальная магистраль» заняла первое место. Состязания воинов-железнодорожников проводились впервые. Награждение победителей состоялось в городе Слуцкий, где проходили все этапы соревнований. Под Алматы завершилось совместное белорусско-казахстанское учение. Подразделения специального назначения действовали в горах. Ключевым элементом на тренировке стало выполнение различных тактических приемов с подъемом на вершину более 4000 метров. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звязда». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!